День Победы Если бы он мог разговаривать Федерация рукопашного боя Краснодарского края проводит очень много знаковых мероприятий Одно из них это Кубок Победы, посвященный именно этому празднику Одна из основных задач Федерации не только культивация вида спорта в Краснодарском крае Но и патриотическое воспитание молодежи Мы считаем своим долгом сделать все возможным, чтобы наша молодежь не забыла о подвиге наших дедов Давайте посмотрим, что у нас из этого вышло День Победы День Победы День Победы День Победы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для вашей семьи День Победы? Добрый день. Для нашей семьи День Победы это в первую очередь вспоминать и быть благодарными за то время, в котором мы сейчас живем. А для чего этот праздник нужен детям? Для того, чтобы они понимали, что живут в мирное время благодаря своим дедам и прадедам, которые завоевали эту победу благодаря своей силе, духам, мужества, отваге, чести. И очень хорошо, что это прививается сейчас детям. То есть такие праздники крайне необходимы и важны. Итак, друзья, для чего же все-таки Федерация рукопашного боя Краснодарского края проводит такой знаковый турнир, посвященный Дню Победы? Напомню вам сухие цифры. Во время Великой Отечественной войны около 2 миллионов детей в возрасте от 2 до 15 лет были замучены в фашистских концлагерях. И, наверное, все-таки мы это делаем для того, чтобы сохранить в памяти наших детей, какой ценой нашей стране досталась эта победа. Ведь не зря говорят, не помнящий прошлого не имеет будущего. Это самый главный праздник в нашей стране. Мы все понимаем, кому мы обязаны этим праздником. А мы обязаны своим дедам, прадедам. Так будем же достойны их, продолжателями великих побед. С праздником Победы! Я хочу, чтобы этот пункт Победы, сказать, самая достойная вещь. Всегда будет у нас грозить в школе, в Патадане и на полях сражений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что для вашей семьи День Победы? И чем он может быть знаков или знаменатель? День Победы для нас очень важный день, потому что Миша, он прадедушка, участник Великой Отечественной войны. Он 4 года в разведке был, спас командира, у него и награды, и ордена, и все это у него есть. Миша его, к сожалению, не застал, и мы рассказываем об этом, подвиги, показываем фотографии. То есть хочется, чтобы это не было забыто, чтобы молодое поколение видело эти подвиги, знало о них. По вашему мнению, ничего. Вы, как более старшее поколение, младшие, должны передавать. Эта Победа принесла, прежде всего, мир. И мы хотим, чтобы дети наши тоже жили в мире. И тем самым показать, что Победа в этих военных действиях была очень значимой для всего мира, не только для нас. Сегодня в обществе очень много разговоров, что День Победы для детей слишком милитаризирует. И на Западе вообще начинает переписывать историю. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, как отца, для чего нам, взрослых, нужно передавать эту память и историю Дня Победы? Наверное, для того, чтобы жить в мире, и чтобы у всех было понимание, что это наша страна, мы ее никому не отдаем. День Победы для детей Юрий Николаевич, сегодня у нас мероприятие, посвященное 9 мая, Дню Победы. Называется традиционно Кубок Победы. Но сегодня вопрос у вас к вам такой. Почему нужно делать такие мероприятия, посвященные такому празднику? Для чего? День Победы для нашей страны и для каждого гражданина нашей страны. Это самый святой, самый большой, самый светлый праздник. И наша федерация патриотическому воспитанию уделяет очень большое внимание. Это будущее нашей страны, это защитники нашего отечества. Рукопашный бой – это отечественный вид спорта, который неразрывно связан с патриотизмом и защитой своего отечества. На этом мероприятии мы привлекаем и творческие коллективы патриотической направленности. И мы приглашаем, вот как на сегодняшний турнир, не только с Краснодарского края, а к нам приехали и команда с Адыгеев, команда с Донецка, команда с Крыма, команда с Севастополя. То есть география турнира ширится. За два дня в данном турнире приняло участие порядка 850 человек. Но это очень хорошая цифра. Я думаю, что этот турнир только будет развиваться. Юрий Николаевич, знаю, что был новый формат. Как вам показалось, что удалось, что не удалось? И как вообще интересным форматом расскажите? Мы проводили соревнования в новом формате. Первые на пяти коврах одновременно. Ну, конечно, это очень ответственно и очень серьезно. Плюс у нас была большая концертная программа. Плюс мы внедрили сюда элементы шоу, организовали титульные поединки. Конечно, организация была колоссальная, подготовка была колоссальная. Но в целом у нас все получилось. Я думаю, мы будем только совершенствоваться.